Приветствую, друзья! В сегодняшнем видео я хочу разобраться о одержимости людей злыми духами. Насколько это реально или это просто вымысел? Я изучил много материалов и пришел к выводу, что все же данный факт действительно имеет место быть в реальной жизни. Реальные случаи одержимости демонами. Экзорцизм, факты, история, случаи из жизни одержимость дьяволом реальные истории. У каждого человека свои фобии, кому-то страшно ступить в лифт, а кто-то панически боится, что дьявол завладеет телом и душой. Страх демонов иррационален. Его истоки нужно искать в практике изгнания демонов и религиозном невежестве. Хотя истории известны реальные случаи одержимости. Один из них связан с матерью Терезой. Симптомы. Первый случай одержимости демонами шумерами сапотами задокументировали еще 4000 лет назад. Но а насколько он реальный? В те далекие времена любое явление и состояние, которому не находилось объяснение, приписывалось дьявольским проискам. Человек подвергался обряду изгнаний потусторонних сил, даже если заболел зуб, и он не находил себе места от боли. Врачеватели читали заклинания против злых духов, проводили другие ритуалы. В современном обществе все больше рассказов об одержимости. В 70% случаев вымысел или симптомы конкретного заболевания, которые окружающие по незнанию принимают за дьявольские происки. Но в 30% случаев заслуживают изучения, и они имеют реальные факты. Позднее сформировались религиозные традиции и симптомы одержимости. В христианстве, мусульманстве и многих других религиях. Это открытая агрессия и проклятие, озвучиваемые ликом святых и предметом культа. Судороги, припадки, галлюцинации, сопровождающиеся странностями в поведении. Например, при окроплении святой водой, чтении молитвы. Разговоры от третьего лица. Считается, что одержимый говорит от имени демона, завладевшего его душой. Необычные способности, левитация, внезапно проявившиеся знания иностранных языков, умение предсказывать события будущего. Отсутствие стыда, сострадания и жалости к окружающим, включая ближний круг. Постоянные мысли о добровольном уходе из жизни. Во всех случаях одержимости, известных историй, налицо были один или несколько симптомов. Субтитры создавал DimaTorzok 16-летняя студентка Клара Цели отправилась с христианской миссией в южноафриканскую провинцию в 1906 году. Через несколько дней путешествия спутники обратили внимание на странности в её поведении. Сначала Клара открыла в себе способность свободно беседовать на нескольких иностранных языках, которых прежде не знала. Затем и сама девушка обнаружила, что читает мысли человека, стоявшего рядом, видит его будущее. Монахини не раз рассказывали, что Клара Германа просыпается по ночам и парит в воздухе, отрываясь на пару метров от земли. В полёте она издаёт непонятные звуки, наводящие ужас на присутствующих. Верующие женщины пришли к выводу, что студентка-мистионерка одержима, поэтому вызвали двух священников для проведения обряда экзорцизма. Когда те открыли священное описание, с Цели начали происходить непонятные вещи. Сначала она пыталась задушить одного священнослужителя, а затем воспарила в воздухе, за ней наблюдали больше 150 пар изумлённых глаз. Изгнание злых духов, завладевших Цели, длилось двое суток. По окончании лечения никаких странностей за девушкой больше не замечали. Реальная история 14-летнего Робби Мангейма, одержимого демонами, легла в основу голливудского фильма «Ужасов, изгоняющий дьявола». Она произошла в конце 40-х и началась с доски для спиритических сеансов. Тётя Робби, проживавшая в родительском доме, предложила мальчику поиграть с мистической доской. Позднее, когда женщина умерла, Робби решил связаться с ней с помощью этой доски. Со дня того злополучного сеанса в доме Мангейма начались жуткие события. По ночам домочадцы слышали странные шаги, треск, периодически дом шатался, как при землетрясении. Жутко обитателем стало, когда Робби заговорил на непонятном наречии, а на его теле появились слова, как будто начертанные когтями на коже. Всерьёз напуганные родители пригласили священника. Тот диагностировал у ребёнка одержимость. Робби определили в церковную больницу для изгнания нечистой силы. Ритуал проводился 30 раз всякий раз пациенты в соседних палатах слышали, как тоскливо воет хищный зверь. Эти звуки издавал Мангейм. Подростка спасли, но стойкий запах серы ещё долго чувствовался в больничных коридорах и напоминал о происходивших событиях. В 2005 году в прокат вышла драма «Шесть демонов Эмилия Роуз». Не все знают, что фильм основан на реальной трагедии Анилис Мишель. Была ли она одержимой? Люди, знакомые с её историей, спорят по поводу болезни девушки и сейчас, когда после её смерти прошло больше 40 лет. В 16 лет врачи диагностировали у Анилис эпилепсию и поместили на лечение в психиатрическую клинику. Терапия не помогла поведению, девушке становилось все более агрессивным. Мишель с ненавистью относилась ко всем предметам религиозного культа, пила мочу вместо воды, слышала голоса, а в редкие периоды просветления просила пригласить священника. Психиатры не вняли её просьбам, поэтому по просьбе отца и матери пациентки местные служители церкви навещали больную тайно. Они старались помочь Анилис и изгоняли демона 70 раз. Усилия были тщетными. Через год девушка умерла. Экспертиза установила причину смерти и истощения организма от голода. Родителей пациентки и священников предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве. В 1912 году американке Анне Эклунт исполнилось 14 лет, и она впервые почувствовала острое отвращение от церкви, религии и любым предметам, прямо или косвенно связанным с ними. Анна родилась и воспитывалась в набожной католической семье естественно, что резкие перемены в её поведении насторожили родителей. Девочка прошла через обряд очищения проблемы, отступила на 16 лет. Но в 1928 году дала о себе знать с новой силой. Эклунт просила помощи у церкви, она говорила, что демоны овладели её телом. Женщину поместили в монастырь под постоянным наблюдением монахинь. Состояние Анны резко ухудшалось. Она не ела освященную еду, а пищу без благословения поедала с жадностью хищника. При видеорясы у неё открывалась рвота. В монастырских стенах Анна Эклунт провела 23 дня, её трижды освобождали от бесов, пока, наконец, не объявили здоровой. В случае Арни Джонсона запомнился людям, как первый в американской истории судебный процесс, в котором на скамье подсудимых сидел человек, одержимый дьяволом. Во всяком случае, адвокаты обвиняемого строили на этом линию защиты. Арни Джонсону обвинялся в убийстве работодателя. Защита утверждала, что подсудимый действовал без умысла в момент преступления, он находился во власти бесовщины. По ходатайству адвокатов суд допрашивал демонологов. Те подтвердили, что Джонсоном с детства управляет злой дух. Суд осудил Джонсона к 20 годам тюрьмы. С позиции закона, одержимость дьяволом не освобождает от ответственности за содеянное и не является смягчающим обстоятельством. История Майкла Тейлора похожа на описанный выше случай герой обвинялся в убийстве супруги и собаки. Но Тейлор не отбывал срок, в колонии суд признал его невменяемым. Чрезвычайное происшествие произошло в 1974 году, когда супруга публично обвинила Тейлора в измене. В ответ религиозный Майкл разразился нецензурной бранью, она лилась непрекращающимся потоком. В тот момент тихий и добрый Тейлор изменился, он стал агрессивным по отношению к окружающим. Замкнулся, его поведение все чаще напоминало поведение сумасшедшего. Священники быстро нашли объяснение переменам происки темных сил. Больше суток длилась процедура изгнания бесов. Один из святых отцов утверждал, что в теле Майкла их было 40 штук. Вернувшись домой после очищения, Тейлор жестоко расправился с супругой и собакой, а сам отправился бродить по улицам города в перепачканной кровью одежде. Так его и задержала полиция, но мужчина ничего не помнил и не соображал. Этот случай интересен тем, что одержимой пациентку признал титулованный психиатр, профессор Ричард Галахер. Он наблюдал Джулию в 2008 году, детально документировал происходившее с ней, чтобы исключить наличие психического расстройства или мошенничества со стороны пациентки. Психиатр обратил внимание на способность Джулия разговаривать на древних языках, забытых и неиспользуемых в обиходе. Девушка рассказывала врачу о людях из профессорского круга, ранее незнакомых ей. Джулия говорила об их прошлом то, чего знать не могла. Профессор писал, что перед сеансами ясновидения пациентка впадала в транс, и её голос менялся до неузнаваемости. Мать Терезу самую известную среди благочестивых людей и ту сочли одержимой. В 87 лет, незадолго до смерти, она попала в больницу с сердечной недостаточностью. В палате её здоровье резко ухудшилось. Женщина страдала бессонницей, силы её покидали. Архиепископ, навестивший Терезу, решил, что тёмные силы воспользовались её слабостью и проникли в тело и душу. Решили провести обряд очищения. Экзорцист читал над Терезой молитвы, пока она не уснула. Скорее всего, монотонное чтение убаюкало пожилую женщину. Справедливо заметить, что это был самый мягкий ритуал избавления от нечисти бес рвоты, укусов, метаний и других проявлений агрессии. С развитием цивилизации истории об изгнании бесов никуда не делись. Далеко не все почитатели творчества знаменитого художника Сальвадора дали в курсе того, что живописец в 1947 году также был вынужден пройти через процедуру изгнания сатаны. Мастер считал себя одержимым и попросил своего хорошего друга Габриэла Мария Берарди совершить обряд экзорцизма. О религиозном обряде, проведённом для Сальвадора дали, стало известно уже после смерти священника Берарди известно, что происходило это вскоре после разрыва дали с художниками, работавшими в жанре сюрреализма. Поводом для этого стали идеологические споры, а также появившиеся у мастера подозрения, что ряд работ был написан им под диктовку вселившихся в него тёмных сил. Документальных подтверждений данной истории не существует. О религиозном обряде, проведённом для Сальвадора дали, стало известно уже после смерти священника Берарди, когда среди личных вещей нашли скульптуру Иисуса Христа работы художника Гатлибин Детус. Так звали молодую прихожанку, девушку из глубоко верующей немецкой семьи, которая в 1843 году обратилась к своему пастору с просьбой сделать что-нибудь с её одержимостью. Гатлибин Детус рассказала о характерном наборе признаков демонических проявлений, полётах по комнате, богохульстве, включавшем оскорбительные высказывания в адрес, как церкви вообще, так и конкретно о местном настоятеле, появлении связей с потусторонним миром, а также с тёмными силами, сообщавшими о падших ангелах и выходе демонов из ада. Девушка часто теряла сознание. В бреду она обращалась к Богу с мольбами избавить её от проявлений одержимости. Священник Иоганн Кристоф Блюмхарт согласился помочь несчастной и попытаться спасти её от мучений. Он провёл процедуру экзорцизма, за которой последовало некоторое улучшение для Детус. В бреду Гатлибин Детуса обращалась к Богу с мольбами избавить её от проявлений одержимости. Впрочем, в течение следующего года припадки у неё иногда повторялись. И пастор вновь проводил дни в изгнании бесов из девушки и молитвах за её освобождение. Наконец, после одного из сеансов, который оказался особенно продолжительным, Гатлибин заявила, что экзорцизм помог ей вернуться в мир нормальных людей. Внезапные припадки вместе с судорогами и прочими проявлениями мрачных сил полностью ушли из жизни прихожанки. Элизабет Кнап. 16-летняя Элизабет была служанкой священника в колонии, расположенной в заливе Массачусетса. Первые признаки одержимости она обнаружила за собой в 1655 году. Бесы усиленно соблазняли её, суля богатую и лёгкую жизнь. Постепенно у девушки стал появляться негатив по отношению к христианству, а вместе с ним и признаки бесовского присутствия, припадки, жалобы на то, что её кто-то душит, желание броситься в огонь. Первые признаки одержимости Элизабет Кнап обнаружила за собой в 1655 году. Бесы усиленно соблазняли её, суля богатую и лёгкую жизнь апофеозом стали появившиеся у служанки судороги и регулярные попытки оскорбить священнослужителей. Во время процедуры экзорцизма Элизабет сыпала проклятиями, шокировала собравшихся ранее неслыханными богохульствами. Тело её извивалось подобно змея, а лицо периодически обезображивали ужасные гримасы. Закончилось всё совершенно неожиданно, звучавшие из уст Кнап проклятия оборвались на полуслове. Девушка замерла с широко раскрытым ртом и вывалившимся наружу языком. В комнату тут же огласили радостные крики экзорцистов. Демонов удалось прогнать. Больше тёмные силы не досаждали служанки. Однако психологическая травма от перенесённого оказалась настолько глубока, что Элизабет так и не смогла забыть о том, что с ней произошло. Можно предположить, что леденящая душу истории изгнания дьявола и бесов будут появляться и в будущем. Развитие технологий, конечно, сведёт число подобных церемоний к минимуму, но она вряд ли исключит их полностью. Ведь проходят эпохи, меняются правители, исчезают страны, а загадочные происшествия с летающими по воздуху людьми и падающими со стен святыми картинами были, есть и навряд ли забудутся. В 2008 году доктор Ричард Галахер, известный психиатр и профессор клинической психиатрии в Нью-Йоркском медицинском колледже, задокументировал интересный и уникальный случай пациента с прозвищем Джулия, которую он считал по-настоящему одержимой демонами. Это редчайший случай, когда учёный и психиатр признают возможность одержимости бесами, что обычными врачами считается либо мошенничеством, либо проявлением психического расстройства. Доктор Галахер наблюдал лично, как Джулия левитировала в воздухе, поднимаясь над своей кроватью, говорила на многих языках, некоторые из которых являются древними и были уже давно забыты. Рассказывала о прошлом и будущем знакомых психиатра, которых она просто не могла знать. Вот некоторые выдержки из записи психиатра. Периодически в нашем присутствии Джулия впадает в некое состояние транса, и это сопровождается необыми явлениями. Из её рта непристойным потоком сыпется ругательство и угрозы, насмешки и фразы вроде «Оставь её в покое, идёт». «Она наша». При этом тон голоса заметно отличается от настоящего голоса Джулии. Несмотря на то, что мы открыли практически все тайны человеческого тела и летаем в космос, мировые религии продолжают утверждать существование богов и духов. В частности, одержимость бесами до сих пор считается вполне реальной опасностью. Я вам рассказал в этом видео лишь малую часть известных случаев, но их гораздо больше и они просто скрыты от общественных глаз и общества. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом или вам доводилось с таким встречаться, то расскажите в своих комментариях. До скорой встречи, Демура!